Нельзя. Подробности у Елены Рылеевой. Уже получено 15 из 17 необходимых для сдачи в эксплуатацию зданий Латвийской национальной библиотеки заключений. Однако до сих пор нет разрешения от пожарных. Как выяснилось, в здании есть несколько мест, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности. За последние три дня мы провели тщательную проверку всего здания и обнаружили 8 мест, которые могут быть опасны для посетителей. Например, вот эта лестница, которая является одним из аварийных выходов, не соответствует нормам пожарной безопасности. Деревянные ступеньки сделаны из материала с недостаточной высокой степенью огнестойкости. Чтобы ее повысить, сейчас строители должны обработать ступеньки специальным веществом. При этом специалисты ГПСС подчеркивают, все системы оповещения и пожаротушения работают. С этой точки зрения здание абсолютно надежно. Также известно, что требованием соответствуют и уличные гидранты, к которым ранее тоже были претензии. Отмеченные нами недосчеты мы обсудили со строителями. И нас заверили, что в течение двух месяцев все будет приведено в соответствии с требованиями. Учитывая, какое это здание и какая запланирована нагрузка, мы особенно принципиальны в вопросе соблюдения всех норм. Тем не менее, тот факт, что здание не сдано в эксплуатацию, не отменяет запланированное на завтра мероприятие под названием «Цепочка друзей книг». В течение нескольких часов завтра будет проходить символическая акция. Выстроившиеся в цепочку люди будут передавать из рук в руки книги из старого здания национальной библиотеки в новое. Так как здание не сдано в эксплуатации и пока считается строительным объектом, находиться в нем могут лишь те, кто прошел инструктаж. Цепочка людей, в основном работников библиотеки, начнется от входа, затем по эскалатору, который пока отключен, и до книжных полок, вон там наверху. Пожарные заверили, что безопасности людей, которые будут под присмотром ответственных сотрудников, ничего не угрожает. Если все пойдет в соответствии с планом, здание национальной библиотеки будет сдано в эксплуатацию к началу апреля. Затягивать процесс нельзя, ведь в этом году в Замке Света запланировано немало публичных мероприятий. Большая их часть в рамках проекта «Рига. Культурная столица Европы». Официальное открытие Замка Света запланировано на 29 августа, день, когда Латвийская национальная библиотека будет праздновать свой 95-летний юбилей. К моменту открытия в новые помещения будет перевезено уже более 4 миллионов книг и других изданий. Елена Рылеева, Андрей Сейсинский, с телекомпанией ТВ5. Пара слов о политике. Сближение блока единства и партии «Реформ» застопорилось, едва успев начаться. Реформисты обиделись на кандидатов премьера Лаймдоту Страуиму, который не хочет видеть в новом правительстве министра экономики Даниэля Павлиса из партии «Реформ». Совсем недавно подписанное соглашение о сотрудничестве двух партий больше не имеет силы. Меморандум о сотрудничестве партии «Реформ» и «Единство» не работает, заявил председатель партии «Реформ» Эдмунд Демитерс. Об этом, по его словам, свидетельствует решение кандидата на пост премьера Лаймдоты Страуимы не приглашать в новое правительство Даниэла Павлиса. Напомним, партия «Реформ» пошла наперекор и, несмотря на возражения будущего премьера, все же официально выдвинула Павлиса на пост министра экономики. По словам самого Павлиса, он не принимает претензии Страуимы. Встреча партии «Реформ» с кандидатом в премьеры может состояться в воскресенье, так как в понедельник Страуима планировала назвать состав будущего правительства. Тем временем с кандидатами официально определилось «Единство». Оно выдвинуло на должность министра финансов Андриса Вилкса, министра здравоохранения Ингриду Церцена, министра образования Инну Друветы, министра сообщения Андриса Матиса. Министерство образования сегодня раскрыло список из 22 научных институтов, которые рекомендуется закрыть. В их число вошли структуры Латвийского университета и РТУ, и даже Национальный ботанический сад. Как сообщили в Министерстве образования, низкую оценку, единицу, получили Институт экспериментальной клинической медицины, Институт геодезии и геоинформатики Латвийского университета, а также научные учреждения РТУ, Автотранспортный институт, Институт компьютерного управления, автоматизации компьютерной техники, Гуманитарный институт и Институт радиоэлектроники. В РТУ сомневаются в объективности исследования международных экспертов. Нужно понять одну вещь. Научные институты, которые занимаются только наукой, отличаются от тех, которые являются составной частью факультетов, главная цель которых – учебный процесс. Класть их на одни весы – это неправильно, а разговоры о закрытии институтов – и вовсе популизм. Также в перечень исследовательских структур, которые рекомендуется закрыть, включены научный институт земледелия и научный институт сельскохозяйственной техники Латвийского сельскохозяйственного университета, научно-исследовательские институты Латвийской академии спортивной педагогики и Национальный ботанический сад. Бюро по борьбе с коррупцией сегодня отчиталось о проделанной работе. Скандал с двойным увольнением ЮТС-3 старались не упоминать. Подробности у Данила Смирнова. Борьба с коррупцией в стране идет хорошо, резюмировал начальник КНАБа Ярослав Стрельчонок. Так, на 33% выросло число заявлений о коррупции со стороны юридических лиц. Количество начатых уголовных дел выросло на 14%, а дел, которые отправлены в суд – на 33%. Кроме этого, Ярослав Стрельчонок отметил, что его конфликт с заместителем ЮТС-3 не повлиял на результативность работы Бюро. У меня нет сомнений в том, что Бюро, как и до сих пор, занимается борьбой с коррупцией. Напомним суть конфликта. Перед Новым годом Ярослав Стрельчонок уволил своего зама ЮТС-3. Потом премьер-министр вернул зама на прежнюю должность. И Ярослав Стрельчонок ее снова отстранил. Разгорающийся конфликт пока не имеет решения. Однако общественный совет не стал его сегодня обсуждать. Не должно быть такой ситуации, как будто там работают кроты, которые ведут борьбу друг против друга. Если у КНАБа есть начальник, то он должен работать. Если же работа начальника не отвечает требованиям закона, тогда надо его менять. Поскольку в Бюро до сих пор не могут разобраться, какие у них отношения между начальником и подчиненным – трудовые или служебные, то политолог Филипп Раевский допускает, что КНАБ могут переподчинить генпрокуратуре, где старший по званию является непререкаемым авторитетом. Витает в воздухе такая идея. Это могла бы быть достаточно реальный сценарий, чтобы снять вот эту политическую тень на КНАБе. В свою очередь политолог Ивета Кажека предлагает вообще разделить КНАБ на две разные структуры. Одну для чисто оперативной деятельности, а вторую для работы с партиями. Потому как нынешняя ситуация подрывает авторитет КНАБа. Я не думаю, что в этом конфликте кто-то выйдет как победителем. Но мы видим, что репутация Бюро по борьбе с коррупцией очень уже пострадала из-за такого конфликта. Потому что у людей складывается представление, что люди, которые работают в этом Бюро, ничем другим не занимаются, чем только воюют между собой. Тем временем КНАБ наметил на 27 февраля утверждение долгожданного документа. Своей стратегии работы на 2014-2016 годы. Куда также консультативный совет Бюро сможет вынести свои предложения. Этот план и покажет обществу направление, куда двинут свои силы борцы с коррупцией. Данил Смирнов, Улдис Яунземс, Валдис Аузенс, Ройс Бранс, телекомпания ТВ-5. Евросоюз собирается запретить копченую колбасу. Такая информация появилась в литовском интернете. Насколько она достоверно выяснила Мария Кободева. Как пишет Делфи ЛТ со ссылкой на летовое джиньо, с сентября Европейская комиссия намерена запретить коптить мясные изделия при помощи древесного дыма. Получается, прощай сервелат? Кроме того, подобные запреты могут весьма ощутимо ударить под десятком мясоперерабатывающих предприятий. Причем не только в Латвии. Это неправда, что будут запрещены копчения. Просто с 1 сентября нормы будут строже. Новая норма бензопирена и родственных веществ в Евросоюзе сокращена и утверждена уже в 2011 году. В сентябре этого года заканчивается переходный период, в течение которого производители копченостей могли пересмотреть свои технологии. До 1 сентября в силе норма 5 микрограммов бензопирена на килограмм. После только 2 микрограмма. По данным продовольственной ветеринарной службы, 2 трети производителей уже сейчас укладываются в будущие нормы. Каждый производитель должен заниматься самоконтролем. Если все нормы соблюдались, то все будет в порядке. Но те производители, которые напрямую в дыму коптят, малые предприниматели, которые в домашних условиях для себя коптят, это их личная ответственность. Речь идет о тех, кто запускает свою продукцию в продажу. Новые нормы изменят вкус знакомых продуктов. На этот нюанс указывает технолог пищевой промышленности Зелма Нэшборта с 50-летним стажем. Намного больше надо смотреть на все остальные, что добавляется, допустим, в колбасу, более вредные, чем этот бензопирен. Существует метод погружения продукции в так называемую коптильную жидкость. Там много химии, намного больше, чем в натуральном дыму копчения. Погружается в жидкость, потом подсушивается. Ну и как будто образуется цвет и аромат. Я считаю, что это намного вреднее, чем натуральное копчение. По мнению технолога, чтобы сохранить ассортимент и прибыль, мясопереработчики начнут массово использовать эту жидкость. Ну и пусть, это даже здоровее, так как современные коптильные жидкости не содержат вредных веществ. Возражают Зелми Нэшборта в Минземледелии. Пока за 9 месяцев до вступления в силу новых требований против них выступила только Польша. Тем не менее, в Еврокомиссии вернулись к дискуссиям о возможном смягчении требований. Мария Кободева, Андрис Дамбурс, телекомпания ТВ5. Литовский бренд ИКИ, похоже, скоро прекратит свое существование в Латвии. Убыточные магазины этой торговой сети с литовскими корнями перекупило латвийское предприятие МЕГО. Полсотни магазинов, скорее всего, сменят вывески. Торговая сеть ИКИ работала в Латвии на протяжении 10 лет. В ее развитие были инвестированы большие средства. В 2008 году были перекуплены все магазины Нелда. Предприятие занимало 5% рынка, но не смогло выйти на прибыль. Последние годы сеть работала с большими убытками. Это такой момент, когда владельцам предприятия надо было принять решение. Усилить конкурентоспособность и увеличить свою долю на нашем рынке, при этом инвестируя большие деньги. Или делать что-то другое. Владельцы предпочли что-то другое. Чем и воспользовалась латвийская компания МЕГО, большей частью которой владеет местный бизнесмен Михаил Ульман. Он также является одним из совладельцев холдинга МОНО, которому принадлежит Латвия Спаста-банка. После того, как магазины ИКИ превратятся в МЕГО, с ними ничего особенного не произойдет. Поменяются цвета на логотипах и на полках уменьшится ассортимент литовских товаров. Предпочтение будет отдано отечественным производителям. Мы уже на рынке стабильно работаем 15 лет и хотим расширяться. А тут появилась возможность проанализировать, подумать и принять решение о том, что мы хотим приобрести. В будущем сеть МЕГО увеличится на 53 магазина и сможет войти в тройку лидеров торговых сетей, наряду с Максимой и Риме. Однако для завершения сделки необходимо еще 4 месяца ждать решения Совета по конкуренции. Российские спецслужбы опровергли предположение президента Чечни Рамзана Кадырова о том, что убит самый разыскиваемый преступник страны, лидер северокавказских боевиков Дока Умаров. Некий источник в российских спецслужбах сообщил Интерфаксу, что подтвердить уничтожение Дока Умарова пока нельзя. Нет у силовиков такой информации. Зато она в изобилии есть у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Именно он заявил, что лидер северокавказских боевиков мертв. По словам Кадырова, труп Дока Умарова пока не обнаружен. Но есть косвенные улики. Некий перехваченный телефонный разговор двух боевиков, который обсуждает назначение нового лидера в связи со смертью Умарова. При этом накануне в интернете было опубликовано некое видео с Умаровым, который призывает к терактам на Олимпиаде в Сочи. Но кадры, судя по всему, не свежие. Дока Умаров известен как участник северокавказского банда «Подполье». С 2007 года он считается лидером так называемого «Имарата Кавказ». Ранее Умаров неоднократно брал на себя ответственность за теракт на территории России. У администрации президента Украины сегодня началась акция протеста. Ее участники протестуют против принятого парламентом закона, который как раз-таки ограничивает протестные акции. Верховная Рада утвердила законопроект, согласно которому за блокирование общественных зданий может быть назначено наказание вплоть до пяти лет тюрьмы. А демонстрантам, которые наденут маски или каски, грозит денежный штраф или административный арест. Новые поправки к Уголовному кодексу позволяют также сажать за призывы в интернете к захвату власти или препятствованию деятельности государственных органов. Кроме того, вводится уголовная ответственность за клевету, а интернет-ресурсы на Украине теперь можно блокировать без суда. Участникам массовых акций запретили устанавливать палатки. В оппозиции все эти нововведения, конечно, приняли в штыки. Один из депутатов, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, даже сложил мандат, заявив, что избирался в парламент Украины, а не Северной Кореи. 200 миллионов СМС-ок каждый день перехватывает Агентство национальной безопасности по всему миру. Американцы знают очень многое о туристических планах людей, и их денежных переводах, не говоря уже о контактах. С очередным разоблачением деятельности спецслужб выступила газета «Гардиан». Ссылается она, как обычно, на документы, переданные бывшим сотрудникам ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Обрабатывая текстовые сообщения, Агентство национальной безопасности США получало довольно важные сведения о местоположении абонентов, номерах кредитных карточек, о туристических планах людей, телефонных книгах и денежных переводах. Какой-либо конкретной цели перехват сообщений, вероятно, не имел. Но это не отменяет самого факта тотальной слежки. Она распространялась даже на телефоны тех людей, которые никогда не подозревались в каких-либо незаконных действиях. Между тем, президент США Барак Обама уже заявил о намерении серьезно ограничить программу АНБ по отслеживанию телефонных звонков. В частности, американский лидер объявил о запрете спецслужбам следить за лидерами дружественных Соединенным Штатом государств. По оценкам источников в Белом доме, эта мера может затронуть около десятка стран. Завтра в центре Риги могут быть проблемы с парковкой. Существенные ограничения на движение транспорта вводят по случаю праздника. Так мы уже знаем, в субботу состоится целый ряд мероприятий в честь Риги как культурной столицы Европы. С этим и связаны транспортные ограничения. Как сообщает Рижская дума, на сутки будет закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного до Вантового моста. Парковаться здесь нельзя уже сейчас. Кроме того, вплоть до 8 утра воскресенья будет закрыта для транспорта и пешеходов Дамба АБ. Это, надо полагать, связано с ночным представлением на набережной, которая плавно перетечет в музыкальное световое шоу. Впереди прогноз погоды, новости экономики и спорта, а затем на канале ТВ5 программа Криминал Плюс. У меня же на этом все. До понедельника. Приятных вам выходных. Эксперимент Криминал Плюс. Легко ли несовершеннолетним купить алкоголь? Удалось ли достать запретный плод и как бороться с малолетним пьянством? Смотрите сегодня в 22.25 на канале ТВ5. Добрый вечер. Над Европой продолжает царить преимущественно облачная погода. В Дублине плюс 6 градусов, в Лондоне пройдут дожди, там плюс 9. Дожди также и в Мадриде, и в Риме. В Барселоне плюс 12 градусов. Плюсовая температура завтра будет также и в западной части Европы. В Амстердаме плюс 8, в Брюсселе пройдут дожди. Красивая погода будет во Франкфурте, там плюс 7 градусов, в Копенгагене завтра плюс 1 и мокрый снег. Завтра в Праге плюс 3 градусов, в Калининграде до минус 5, в Варшаве идут дожди, там плюс 2, в Вильнюсе и Таллине завтра 5-10 градусов ниже 0. В центральной части России морозы крепчают, так в Санкт-Петербурге до минус 17 градусов, в Москве минус 12 и облачная погода. В южной части России, а именно в Сочи, завтра пасмурная погода и плюс 8 градусов, в Ереване плюс 2, в Тбилиси 9 градусов выше 0. Ближайшей ночью в Латвии будет небольшая облачность. В Курзуме ожидается снег, там минус 10 градусов, в Риге до минус 12, а вот на востоке страны до минус 16 градусов. Днем ожидается малооблачная погода, температура воздуха в центральной части страны до минус 9 градусов, на западе до минус 7, на востоке до минус 12. Ветер по направлению с востока будет дуть со скоростью 3-7 метров в секунду. В ближайшие 3 дня в Латвии погода не претерпит существенных изменений. В воскресенье будет ясная погода, температура воздуха ночью до минус 13, днем до минус 9. Начало рабочей недели будет также отмечено ясной погодой. В понедельник столбик термометра нам покажет 9-14 градусов ниже 0. Во вторник будет солнечная погода и 9-12 градусов со знаком минус. На этом я прощаюсь с вами. Приятных вам выходных и всего доброго! Канадское предприятие «Бомбардье» на год отложило поставки реактивных самолетов С-серии, которые заказала латвийская национальная авиакомпания «Аэрболтик». В качестве причины задержки канадцы назвали необходимость провести дополнительные испытания самолетов, так как после пробного полета 16 сентября прошлого года экспертами был вскрыт ряд недосчетов. Согласно заключенному в 2012 году между «Бомбардье» и «Аэрболтик» договору, латвийский авиаперевозчик собирался приобрести 20 самолетов С-серии. Предполагалось, что новые машины компания получит во второй половине 2015 года. Продажи рыбной продукции латвийского предприятия «Колумбия» приостановлены в московских розничных сетях «Перекресток», «Окей» и «Ашан», сообщает Роспотребнадзор. В сообщении для прессы сказано, что продажи приостановлены после внеплановых выездных проверок и лабораторных исследований качества и безопасности консервированной рыбной продукции «Колумбия» под торговой маркой «Либава». В настоящее время управлением Роспотребнадзора по городу Москве проводятся дополнительные лабораторные исследования партии консервированной рыбной продукции лепайского предприятия. Также дано поручение об осуществлении надзора за данным видом продукции. Роспотребнадзор в скором времени решит вопрос о снятии ограничений на ввоз молочных продуктов литовской компании «Рокишкиосурис», говорится в сообщении ведомства. На данный момент специалисты Роспотребнадзора изучают предоставленные литовской стороной дополнительные материалы о принятых компаниях в мерах по обеспечению качества и безопасности молочной продукции. Ранее Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз продукции литовской компании «Пеношгвайшдес», реализовывавшей молочную продукцию в России под брендом «Сваля». Редактор субтитров А.Семкин